значит художник гуменюк он кончал ленинградскую академию художеств но он по характеру такой украинец немножко националист украинский то есть он все время горевал о гайдамаках вот об истории там украинской там мазеба присутствовал рассказ вот например это его картинка картинка тут зашифрована вот маки так по значит маки значит стебли от маков идут вниз вниз внизу они там эти стебли видите это как бы для него вот это это поле как бы полоса такая это поле и значение гай до маки и картина называется гайдамаки вот гайдамаки к сожалению погибли потому что стебли все подрезаны вниз теперь рыба что такое рыба почему рыба рыба потому что в древние времена казаки писали иконы на сушеных рыбах может вы это знаете а рыба была вообще тайный знак вот последователей христа потому что рыба по моему по гречески если взять вот это слово рыба по гречески то первые буквы это как бы получается аббревиатура иисус христос сын божий вот если взять эти первые слова то есть первые буквы то получится рыба ну вот его это был как тайный знак они там на заборах рисовали рыбу когда показывали направление куда идти вот это рыба ну там еще также вот это там конь такой церкви там евангелие у него ну вот это вот например так значит власть его конечно не любили и несмотря на то что он но пытался как-то выйти из ситуации создавшийся например он отделение милиции расписывал стены но все равно его выслали выслали значит на украину потом он оказался в канаде там большое украинское комьюнити в канаде а потом он вернулся в киев сейчас он профессор в киевской академии значит художеств ну и он увез с собой у него была очень симпатичная жена и дочка вот со всеми этими художниками я практически был знаком как бы семьями потому что ходил к ним ко всем по мастерским и ну вот в общем так как-то все это было очень интересно ну а это яшкин такой художник яшкин у него отец был каким-то командиром линкора какого-то это уже история такая тяжело вспоминать там что-то был взрыв короче говоря он попал в лагеря а яшкин оказался сиротой чего-то он там сам учился где-то чего-то я не могу уже вспомнить он такой вот на эти картинки такой немножко французистый французистый художник это лиговка петербурге там конец лиговки за обводным каналом ну вот он меня мы к нему хоть я к нему часто ходил домой но дома не угла у него в коммунальной квартире была малюсенькая комнатка и все и и значит а картинки когда он кому-то показывал свою выносил их на лестничную площадку это было черная лестница с побои на пик подроби в общем и один раз вдруг мы увидели его показывает уже телевидение показывает нашего яшки показывает его лестничную площадку и он рассказывает историю как как вот он живет и вдруг один раз какой-то ненормальный инженер купил у меня картинку с выставки вот это была та выставка а ненормальный инженер это был я такая история с этим художником кстати он вот эти медьки все но они молодежь он тоже был один из медьков они все конечно потихоньку пьянствовали там когда собирались всякие эти партии прочее прочее а потом как-то они все поехали в америку в америке они тут попали в какое-то общество борьбы с алкоголизмом не знаю как она называется и все перестали пить совершенно кроме вот этого яшки ну вот ну что еще вот эта большая картина это в принципе озеро такое в карелии есть но она немножко так нарисована видите как символизм какой-то был бы неподвижные волны такие и прочее любушкин художник любушкин ну это кстати была вторая картинка по моему которая которую я купил вот а еще вот маленькая картинка тоже сама на лучи это постелька его вот она как-то более такая живая тоже там это мойка вот он эмигрировал довольно рано а в париж он попал какую-то типа мафии какой-то что ли я даже не знаю короче говоря ему только разрешали там почему-то рисовать портрет мы все ограничили круг его деятельности а потом он к сожалению умер от туберкулеза ну что еще вам рассказать вот это значит вот наверху картинка и внизу тоже вот та которая понравилась преподавателю из бою вот это шагин володя это папы димы шагина который вот главный метёк там дима шагин вот а это папа папа к сожалению тоже умер но это долго очень рассказывать там была такая группа художников главный из них был арифьев их называли арифьевцы это были военные ребятишки то есть то время они чего-то беспризорничали ночевали на волковом кладбище в склепах там короче говорили все он он сдвинулся слегка это волоня шагин периодически его сажали сажали значит психушку выпускали но вы говорите о пятидесятых шестидесятых да ну да не но это не 50 это даже попозже 60-е годы вот так но тем не менее вот он значит вот такая картинка она как бы вот так стенку проламывает туда когда смотришь очень так сказать как бы с одной стороны простая взрослая живописного очень эффектно и как вы думаете как он передал просто любовь живописи сына и он повлиял на массу вот этих медьков потому что многие из них стали значит писать в его стиле и потом и дима вот этот шагин тоже и там масса других как вот такой стиль письма у него выработался и что вас привлекало меня в начале при я же был обычный этот самый технарь и школьник такой еще и учился и ходил я в русский музей в основном и видел там вот эти наши все картины а так как у меня была страсть всегда что-то собирать то я собирал открытки у меня была такая идея собрать по залам весь русский музей и это продолжалось до тех пор пока я не попал дом к своему знакомому такой саше сухотин он был очень известный ученый химик вот и там я вдруг увидел у него вот такие картины во первых меня поразило что они все свежие и написаны так значит краска так все это мне даже хотелось их лизнуть и вот отсюда все и пошло я подумал чем я хуже ну и все и забросил я свои открытки и все это пошло пошло и пошло а самое главное что меня привлекало вот весь вот это все круговращение все эти художники как они живут их быт какие они все разные да это очень старая картина наверное до 70 до 70 какой-нибудь год и вот розы такие значит они видите в пастельных таких тонах как бы в одном однотонная такая картина но они очень красивые жена моя очень ее видит а рядом рядом этого же Игоря Иванова это летний сад это вот реальное место вот такое кривое дерево между этими двумя скульптурами вот там подальше от меня слева это слово страсти а это любовь они так и стоят и мы долгое время когда приезжали в Петербург периодически навещали их а теперь там что-то все переделаны и я не уверен что так это все сохранилось вот ну вот об этом художнике этот художник интересен был тем что что он ничего не мог делать только писать картины только пачкать холсты изводить краску и все пытались бы его устроить на работу хоть был бы у него какой-то источник дохода устроили его работать матросом на поплавок у Петропавловской крепости где был этот самый кораблик маленький где был ресторанчик его дело было два раза в сутки открыть какой-то вентиль и спустить там воду из кухни это Женя Тыкоцкий он значит в принципе москвич но потом перебрался в Петербург и он участник знаменитой бульдорзерной выставки в Москве вот ну вот у него очень хорошая графика такая он учился хорошим в Вильнюсе была очень хорошая школа графики ну а такая шагалистая картина ну вот это называется прощание ну что еще могу только о нем сказать что он очень добрый хороший человек был он и есть но я с ним связь потерял вот кстати вот это ниже картинки вот это птичка с девочкой это тоже его картинка но это то конечно фотография я помню как она была на выставке какая-то молодая пара значит которые только-только поженились и она со слезами умоляла его продать эту картинку а он ни в какую и там были слезы истерика ну в общем вот так интересно все это было вот ну у него была семья такая жена симпатичная и такая дочка ёжик я ее звал и жена его все время пилила она говорит а он все время пытался значит делать вот большие картины масла которые честно говоря у него были хуже его графики она его пилила пилила и они разошлись вот такая была значит трагедия вот а это такой зубков зубков ну это целая история кстати у меня почти по каждому художнику есть большие альбомы ставим сейчас сделать издательство как оно авангард на Неве называется в Петербурге зубков там целая школа вот живописи в таком роде ну вот его картина у них был преподаватель то есть у кого они учились такой стерлигов а стерлигов у него была жена Глебова такая а Глебова может вы знаете Глебова была художница известная такая в свое время уже подальше ну вот это это зубков значит его картинка а дальше идет устюгов такое к сожалению у меня осталось у меня там в Петербурге были большие его картины но огромные картины ну я взял вот только вот эту ну про него говорят что так как выглядит у него женщина на его картинах это значит что он никогда близко ни к одной женщине не подходил боялся короче говоря на заводе в коморке рисовал иконы его значит на этом подловили и мать ему посоветовала чтобы не было никаких так сказать репрессий изобразить из себя слегка ненормального что он удачно и сделал тогда его взяли в психушку и там его так стали лечить что он потерял способность спать то есть он не спал неделями годами ходил в полусонном состоянии вот такое вот такая у него история была но тем не менее вот значит картины у него хорошие такие ну на грани наивности такой ну вот про это это значит художник Манусов Манусов потом вот это и больше это художник Манусов Саша замечательный был парень такой симпатичный такой он добрый умный ну вот приятелен лучше не найти это изображена его жена там и сестра в этой картинке вот к сожалению он умер рано ну у меня несколько его работ сохранилось ну значит а еще у меня сохранилось он мне подарил знаете что он мне подарил эскиз окуня если вы знаете окунь такой муберман окунь вот из Иерусалима он у меня там висит этот эскизик скажите а в Петербурге сейчас их выставки устраивают? знаете устраивают но уже как бы интерес такой пропал потому что все стало можно все разрешено они рассыпались потому что их объединяло раньше вот такое как бы ну борьба с существующей ситуацией просто и они как бы вот грубой выступали а сейчас каждый значит сам по себе он может писать картины не писать картины а где раньше они выставлялись? они выставлялись так в начале это была первая выставка была по-моему 1969 год это дома у одного из художников вот и они выставлялись по мастерским по квартирам потом им разрешили это был 1974 год разрешили выставиться в ДК это было вот знаменитые там пара выставок в Петербурге в Ленинграде тогда было вот это были уже времена Андробова который решил так что лучше разрешить им выставляться вместе и тогда они все будут как бы на карандаше и среди них оказался я который тоже был на карандаше не знаю это не знаю